Всем привет! С вами председатель. Я уже дома в Московской области. Собираем урожай, делаем заготовки. Вот вчера засолил малосольных огурчиков, но сегодня в видео я хочу вам рассказать снова о Кронштадте. Я уже показывал вам удивительную полигональную кладку стен, о которой совсем нет никаких данных. Кто ее строил, когда, зачем? Ведь она находится не то что не на виду, а к ней еще не так легко пробраться. Показывал полуторакилометровую стену, сделанную из огромных валунов, обработанных с одной стороны, которая по всей видимости являлась крепостной стеной старого города. Мы с вами побывали на нескольких южных фортах Кронштадта. Удивлялись кто и как мог обрабатывать огромные гранитные блоки. Это все было в предыдущих моих двух фильмах. А в этом видео я вам покажу чугунную мостовую Кронштадта. Мы как следует разглядим одну интересную икону, которую мы нашли в соборе Владимирской иконы Божьей Матери в Кронштадте. А также я покажу вам, что сделали со стеной из полигональной гранитной кладки после выхода моих фильмов. Вот уж действительно людям нечем заняться, негде самореализоваться. Давайте поговорим обо всем об этом, но вначале я хочу вам порекомендовать новую, очень интересную стратегическую игру «Трон. Королевство в войне», в которую я начал играть пару месяцев назад. И что я могу сказать вам, друзья, игра реально стоящая. Это браузерная, абсолютно бесплатная игра с современной впечатляющей графикой. Хочешь – воюй, а хочешь – обрети надежных союзников, присоединившись к одному из влиятельных орденов, а хочешь – создай свой собственный. Захвати трон и начни управлять королевством. Повелевай огромными городами и многочисленными армиями. Улучшай свои стратегические навыки, проводи исследования, тренируй армию, вооружай героя и готовь его к новым испытаниям. В общем, если кто еще не знаком с игрой, сейчас самое время начать играть. Регистрируйся сегодня по моей ссылке в описании и получай крутой бонус 200 золотых монет. Так как игра браузерная, вообще заморачиваться не надо. Ни скачиваний, ни долгих регистраций. Можно полностью насладиться графикой на большом экране. В общем, все очень быстро и понятно. Сами увидите. Игра простая, понятная и действительно стоящая. Рекомендую. Ну что ж, а мы начинаем. Начнем, пожалуй, с иконы, которая показалась мне очень интересной. Эта икона находится в нижнем храме собора Владимирской иконы Божьей Матери в Кронштадте. Сам собор, конечно, не такой большой и величественный, как морской собор. Но архитектура этого собора достаточно интересная. Во всяком случае, нетипичная для русских храмов. К сожалению, в главный храм нам попасть не удалось, он был закрыт. А вот в нижнем храме как раз нам и удалось обнаружить эту интересную икону. Обратите внимание, уже традиционными для Кронштадта стали огромные гранитные блоки. И этот собор не исключение. Такие огромные блоки у него находятся в передней лестнице. Цоколь храма также отделан гранитом. И как раз нижний храм и находится на цокольном этаже. Уже привычные для таких этажей сводчатые потолки. И вот как раз эта икона. На иконе, по всей видимости, изображено подношение волхвов младенцу Иисусу. Сама икона, конечно, спрятана под металлическим киотом. Я не могу вам гарантированно сказать, что на ней изображено. В данном случае давайте рассмотрим само обрамление этой иконы. Вы уже тоже, наверное, обратили внимание на Вифлеемскую звезду. Или на комету. В общем, на какое-то тело, летящее в небе. Причем у меня такое ощущение, что здесь изображено, что оно летит не в небе, а в небо. Как будто с земли. Давайте так, я ничего не утверждаю. Просто ставлю под сомнение. Так как это меня самого очень заинтересовало. У меня полное впечатление того, что то, что летело, просто взяли грубо и вырезали из обрамления этой иконы. А на ее место поставили заплатку. Причем заплатку такую, как вы видите, составную. Один квадрат наложен на другой. И оба скреплены заклепкой. Дабы придать вид этому некой звезды. Но для чего такие трудности? Когда эту же звезду можно было просто нарисовать. Как нарисовали здесь облака, холмы, здания с кирпичами. Вы понимаете, что это единственный металлический вставленный предмет в эту икону. Все остальное цельное либо выдавлено, либо нацарапано. Ну, назовем так гравировку. Что же здесь могло быть такого, что пришлось надругаться над иконой и ставить вот такую вот топорную заплатку? Может быть, вы уже видели вот такой вот образ распятия из сербского монастыря. Где в правом и в левом верхних углах располагаются интересные объекты. Вот как они выглядят вблизи. Просто настоящие пилотируемые объекты. Ну, конечно, если не посмотреть на это аллегорически. Справа, возможно, это луна. Слева это солнце. Вот если бы это были языческие иконы, я бы сказал, что персонажи, которые управляют этими объектами, и есть боги. Но образ распятия и единобожия сказать нам такое не позволяет. Возможно, и на этой иконе было изображено что-то такое, пусть даже аллегорическое изображение, которое нашим попам было трудно объяснить, и они решили его просто вырезать. И второе, что мне бросилось в глаза, это надпись «Рождество Христово», которое, по всей видимости, было начерчено уже гораздо позже. А, возможно, и поверх чего-то. Вы посмотрите, какие нелепые сокращения. «Рождец», «Хрис», и уже другими буквами начерчено «То», «Христо». Захотелось самому дочертить «Во», чтобы закончить фразу. Я уже не раз вам показывал прекрасные предметы, как, например, колокол, вмонтированный в стену церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. Это близ Симоново монастыря. И мы видим, как на этом колоколе соседствуют прекрасные отлитые чугунные буквы, красивые узоры, сделанные изначально. А внизу надписи, начертанные гвоздем, которые располагаются на месте бывших, вылитых из чугуна, букв. То есть кому-то что-то не понравилось, что было написано изначально. Это было удалено, и поверх надцарапано уже другое. Извините, но вот это вот не оскорбление чувств верующих. И вот эта икона не оскорбления. Идем дальше. Помните, я в храмах частенько показываю чугунные полы? Так вот, в Кронштадте есть аж целая чугунная мостовая, которая вымощена узорными чугунными шашками, вставленными друг другу в паз. И поверьте, такого зрелища в России не встретить больше нигде. Но, как нам говорят, эту идею мы тоже повзаимствовали. Во второй половине 19 века управляющий пароходным заводом, морской инженер Александр Иванович Соколов отправился по служебным делам за океан. Именно там его взору предстало необычное зрелище – городская мостовая, замощенная фигурными чугунными шашками. Такой способ, оказывается, был запатентован инженером Кнаппом и являлся диковинным даже для американских городов. И вот эти необычные чугунные кружева произвели такое впечатление на российского гостя, что тот перед отплытием на родину взял с собой несколько образцов. И уже здесь, в Кронштадте, на пароходном заводе, мастерами-летейщиками без труда были воспроизведены чугунные шашки, которые вначале украсили заводской двор, потом замостили чугунную мостовую около Пенькового моста, а потом и еще несколько кронштадтских мостовых. И эти мостовые успешно эксплуатировались вплоть до начала Великой Отечественной войны. Как нам говорят, это покрытие было дорогое, но очень долговечное. И поэтому это считалось наивыгоднейшим решением в экономическом отношении. Но правды, конечно, мы с вами не узнаем. Если это было так выгодно и так хорошо, почему тогда эти мостовые не появились везде? В Санкт-Петербурге, в Москве, да и в самом Кронштадте они были сделаны точечно. Сейчас же в Кронштадте осталась только одна такая мостовая неподалеку от Морского собора на Якорной площади. Но, к сожалению, это новодел. Во время реконструкции Якорной площади старые шашки заменили, так что подлинниками они не являются. А вот на Пеньковом мосту оставались оригинальные чугунные шашки. И представляете, мы шли к ним, чтобы посмотреть. Но когда пришли, увидели поверх них слой нового асфальта. От этой мостовой остались только фотографии. Причем это современные фотографии. Вот как выглядел этот мост совсем недавно. И вот как он выглядит сейчас. Вот так вот закатали в асфальт очередную загадку. Что это, варварство? Или просто безмозглость людей на местах? Кстати, о варварстве. Мне на днях прислали фотографию с разрисованной стеной, с полигональной кладкой в Кронштадте. Если честно, меня это сильно возмутило. И я позвонил Татьяне, кто показывал нам достопримечательности Кронштадта, когда мы были в Санкт-Петербурге. И попросил ее съездить на место и подтвердить, так ли это. И вот что Татьяна сняла 19 августа 2019 года. С этой стеной оказывается все в порядке. А на этой фотографии, скорее всего, рисунок был выполнен графически, уже на самой фотографии. Кстати, здесь с помощью этих зеленых человечков подчеркнули последовательность блоков. Но опасения мои были не напрасны. Помните, я показывал верхнюю стену, которая держит железную конструкцию, по которой, по всей видимости, уходила вода из насосной станции в обводной канал. Вот так вот выглядела эта стена совсем недавно, а вот так вот она выглядит сейчас. По словам Татьяны, эта стена сейчас действительно стала пользоваться большой популярностью и привлекает к себе очень много людей. И это, скорее всего, после просмотра моего фильма, который за 10 дней набрал более 300 тысяч просмотров. И, с одной стороны, хочется показать людям те места, о которых мало кто знает. Но, с другой стороны, эти места без должной охраны могут либо просто растащиться по кирпичику и вообще быть уничтожены, либо вот так вот варварски разрисованы. Хочу выразить благодарность Татьяне, которая не пожалела своего времени и по первой же моей просьбе приехала в Кронштадт, чтобы сфотографировать эту стену с полигональной кладкой. Вы можете зайти к Татьяне в инстаграм автова1964. Ссылку на нее я оставлю внизу в описании под роликом. Она сделала много фотографий этой стены. Ну, а сейчас я приступаю к долгожданному, анонсированному мной видео про Копорскую крепость. Эта крепость действительно произвела на меня большое впечатление. Поражают масштабы постройки этой крепости. Формы, материал, вообще место нахождения этой крепости в Ленинградской области. А постройку датируют аж 13 веком. Так что, друзья, наберитесь терпения, я думаю, будет очень интересно. Спасибо, что оценили новые мужские брюки из хлопка с карманами. Они действительно очень удобные. Заходите в наш магазин Предсельмак. Ссылку я, как обычно, оставлю в описании под роликом. Ну и пару слов про особенности нашей одежды. Ее можно сочетать друг с другом. Хлопок и лен. Брюки и рубахи. Разные цвета и фасоны. Мы стараемся придерживаться определенной концепции. Только натуральные ткани. Высокое качество. Внимание к деталям. Сочетание русских традиций и современного исполнения. Наша одежда очень функциональна и, как говорится, и в пир, и в мир. Ну и на этом все. С вами был Председатель. Ставьте большой палец вверх, если вам действительно понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся в будущем. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!